Я думаю, что у нас сейчас ситуация, как раз, опять вернусь к нашей политической ситуации. Помните, когда 30 лет назад у нас был какой-то странный выбор между Ельцином и Горбачевым? А что третьего не дано? Ведь на самом деле должно быть еще третье, именно те, кто проповедует социализм. Сейчас такая тоже странная история. Вот в Беларуси, например, там они, ну, я понимаю, что есть деструктивные силы, которые хотят разрушить союз Беларуси и России, которые хотят сделать такую же революцию, как они делали. Это как раз, например, то же самое, что между Горбачевым и Ельцином в выборах. То есть, знаете, мы потеряли страну. Сейчас такая же ситуация, только с Россией. К сожалению, так. У нас вроде как выбор между Путиным и Навальным, да нет. У нас есть огромное количество. Я вот, честно вам скажу, я 20 регионов проехал, огромное количество, ну, не Прусаковых, конечно, разных ребят совершенно умных, главное, патриотичных, которые хотят сделать что-то для страны, для людей, для пенсионеров, для маленьких, для детей, для больных. И они действительно этого хотят. Их по России очень много. Почему вот их не собрать? А я думаю, что многие из них либо члены КПРФ, либо сочувствующие. И из них не сделать правительство. Региональное правительство, краевое, допустим, в Алтайском крае, в федерации, правительство Российской Федерации. Я думаю, что мы сразу по-другому заживем.